В синем углу боец из Киргизии, город Бишкек. Ему 22 года. Рост 169 сантиметров, вес 58 килограммов, 700 граммов, профессиональный рекорд. Два боя. Одна победа нокаутом в двух победах. Встречайте, Дастенбек Иман Казиев! Его соперник в красном углу. Из России, город Челябинск. Ему 23 года. Рост 171 сантиметр, вес 58 килограммов, 100 граммов, профессиональный рекорд. Один бой, одна победа. Иван Чирков! Рефери Виктор Панин. Господа боксеры. Господа боксеры, я прошу вас. Опасно головой не идем, ниже пояса не бьем. Слушаем мои команды. Я желаю вам удачи. Пожарь руки. По углам. Синий угол готовы? Капа. Красный угол. Капа. Капа. Антропометрические данные боксеров на наших экранах. На год старше и на 2 сантиметра выше Иван Чирков своего соперника. Ну это небольшая разница. Да, это такая вот абсолютно не очень существенная. Иван Чирков у нас в красных перчатках. Это именно он сейчас наносит первые удары в поединке. Его соперник Дестанбек. И Манказиев в черных перчатках и синих шордах. Хорошая двойка от Ивана. Оба удара по туловищу. Хорошо. Отлично стартует Иван. Дестанбек еще пока не включился. Так, пока он присматривается. Снова в перчаток попадает здесь Иван правым крюком. Кстати, у обоих бойцов была достаточно такая небольшая пауза. Около года не боксировали. Не выходили они на профессиональный ринг. Но зато теперь сразу настоящий проспект-клэш. Тут же против друг друга. Оба непобежденные. В начале еще своих профессиональных карьер. Что Иван, что Дестанбек. Попадает справа опять Иван. Ну, хорошо пока что с правой заряжает Черков. Ну, и чисто визуально так Иван смотрится пока погабаритнее и помощнее. Он постоянно смещает своего соперника к канатам. Хорошая двойка снова от Ивана. Черков пока что агрессор в ринге у нас. Дестанбеку как будто неудобно с ним работать. Не может найти свою дистанцию. Не может пристреляться. Хорошо попал здесь Иван и сместился. Правая рука Ивана в первом раунде достаточно серьезная проблема для Дестанбека. Да, не может успеть защититься от нее. И Манказиев. Клинч. Плотный удар по туловищу пробивает Черков. Неплохо сейчас. Снова справа и, кстати, рука Черков. При любой удобной возможности Иван бьет справа и достигает его удары цели. Что прямой, что правой сбоку. Ну, и пока что это очень неплохо работает. Обычно скорее укорить хочется боксеров за то, что они работают только одной рукой в полную силу. Но здесь нет никакого повода пока. У Ивана все проходит. Ну, коллега, в те моменты, когда Иван оказывается на дистанции, на мой взгляд, он достаточно интересно работает и передней рукой. Не так много, но делает это остро и своевременно. Ну, я не это имел в виду. Скорее то, что именно акцентирует свои комбинации на ударах правой. Это читается. Это читается. Но пока что не получается у Манказиева ничего с этим делать. Абсолютно. И как хорошо Иван работает передней рукой в туловище. Он постоянно их бьет, постоянно ставит соперника на нужную дистанцию. Первый раунд закончен. Ждем продолжения. Ребят, по-затуручку не надо бить, хорошо? По-затуручку не надо. Читает? Я сам. Ребят, по-затуручку не надо. Продолжается бой. Иван Черков против Достанбека и Манказиева. Первый раунд, на мой взгляд, был скорее за Иваном. У него было очень много удачных эпизодов. Он был инициатором всех таких моментов удачных. Хорошая. Снова несколько попаданий от Ивана. И снова вот эти правые оверхенды проходят на ура. Причем чередует их здесь Иван. Иван убьет то правый кросс, то поднимает немножко локоть так оверхендом, но постоянно достигает этот удар цели. Я заметил, несмотря на то, что есть определенный акцент у Ивана на правую руку в комбинациях, он всегда прячет сильный удар. Да, заметь, коллега, сейчас сколько раз остро точно Иван попал с левой руки. Очень неприятно. Цепанул прям в подбородок своего соперника. Буквально с первых же секунд боя, я бы даже сказал, пристрелялся Иван. И пока что дистанцию держит, если не идеально, то как минимум очень хорошо. Снова попадание справа от Ивана. Чуть не встал у канатов тут и Манказиев. Вовремя ушел на ногах. И заклинчевал. Ребят, по затуху нельзя, по затуху нельзя. Хорошая тройка от Ивана. Отбросила даже сейчас и Манказиева этими ударами. Вот какой левый джеб два раза. И мне показалось, что даже так чуть-чуть подсел Достанбек на ногах. Чувствовал эти удары. Мне кажется, Достанбек сейчас даже клинчевал уже, если не от безысходности, то как минимум. Ну, чтобы восстановить тихание. Спасаясь, да, немного здесь. Дать возможность себе чуть-чуть. Такой тактический клинч. Хорошие два попадания от Ивана. И еще раз сейчас потряс своего соперника. Потряс, потряс. Здесь видно, что да. Голова дернулась, действительно. Еще, в принципе, предостаточно времени в первом раунде. Да, более чем. Но никуда не торопится Иван. Он разыгрывает свободно. Также маскирует все свои атаки. Все правильно делает Черков. Пока что разбирает своего соперника на детальки. Отличная защита корпусом. Показывает защиту корпусом. Работаем, работаем, работаем. Работаем вблизи. Работаем, работаем. Призывает рефери баксеров показывать больше активности на ближней. Ух. Правая сейчас заряжает Черков. И еще раз. И еще и еще. А у нас всего второй раунд. И такие удары могут сказаться все-таки. Стоп! Стоп! По затылку нельзя бить. По затылку нельзя. Предупреждают сейчас Ивана Черкова о том, что по затылку бить нельзя. Но мне кажется, он и не по затылку ударов. Но выбрасывал уже очень много. И снова Иван Казиев пропускает навстречу удары. Идет вперед с ударами Черков. И все у него получается. Все летит точно в цель. Проваливает сейчас соперника. Осыпает ударами. Очень, очень уверенно работает Иван. Никаких нареканий. Путь не может, мне кажется. Хороший второй раунд. И в первую очередь он хорош для Ивана Черкова. Да, закрепил он свой успех первого раунда. Ждем продолжения. Вань, все хорошо. Смотри, когда ты ему попал, не надо зажиматься и стараться сильно ударить. Вань, надо чуть-чуть побольше максимум ударов пробить. И там он тебе придет акцентированный, понимаешь? Не надо их все туда всаживать. Тым-тым-тым-тым-бам! Когда он поплыл. Попробуй так. В угол, пожалуйста. В угол. Третий раунд в противостоянии Ивана Черкова и Станбека Иван Казиева. В перерыве нам показывали лучшие моменты предыдущего раунда. И там прям точно четыре удара от Ивана Черкова достигли цели. Да. Но и мы слышали, что подсказывали секунданты тренера в углу Ивану. Говорит, не нацеливайся после попадания на сильные удары, а продолжай их просто выбрасывать. Призывает он его работать быстро, хлестко. Ну, пока что исполняет вроде директивы своего угла Иван, судя по тому, что я вижу, стал он чуть быстрее работать, чем в предыдущем раунде. Он вообще не так нацелен на силовые удары. В принципе, наверное, это его удар да. Стараюсь просто выбрасывать. Ну, мне кажется, по крайней мере, то, что я вижу сейчас, судя по силе удара Ивана, ему и не нужно заряжаться, чтобы рубить. Все удары попадают, особенно те быстрые удары, которые он выбрасывает, и они очень опасны для его соперника. И он успевает больше выбросить ударов за короткий отрезок времени. К тому же хочу отметить такой, можно сказать, тренд в современном боксе. Очень важна работа ног, и у Ивана она на высоком уровне. Он очень быстро перемещается, у него маленькие шаги, очень нужные. Никаких движений, никакого лишнего челнока, когда он не нужен. Это очень важно. Снова такой короткий размен на средней дистанции. Точнее, мне показалось, был здесь Черков. Дастанбек, надо отметить, так показывает хорошую стойкость. Идет продолжать, пытается идти вперед, но мы видим такие следы крови уже присутствуют на его лице. С первого раунда они там, можно сказать. Но пока что уже третий раунд, и до сих пор не получается у Достанбека и Манказиева подобрать ключи к Ивану Черкову. Не может он найти свою работу. Это была потеря равновесия. Да, подскользнулся тут на одной из надписей на ринге. Достанбек. В клинче работает Черков. Ну, кстати, удары у Иманказиева, судя по всему, тоже проходят. По крайней мере, вот сейчас я вижу над правым глазом на лбу такой красный след у Ивана Черкова. Без сомнения, да. По крайней я не видел, чтобы он был потрясен. Вопрос в количестве, да. Как сейчас по чересе попадает? Один и тот же удар из раза в раз проходит, ничего не может с этим сделать Манказиев. Не видит его, не видит его Достанбек в тот момент, когда начинает выбрасывать его Иван. Мне кажется, он видит, он не успевает заключенное действие провести, да. Он вроде немножко отклоняется назад, но рука у Ивана настолько быстро летит, что не успевает. А мне кажется, коллега, Иван ловит его всегда в тот момент, когда Достанбек идет вперед. И он начинает уже шагать, Иван выбрасывает и ничего не сможет делать. Я даже больше скажу, судя, потому что я заметил, Иван очень четко следит за движением соперника. Всегда на задней ноге, когда вес находится, у Иманказиева всегда идет этот удар справа и не успевает ничего с ним сделать Достанбек. Посмотрим, поменяется ли что-то в четвертом раунде. Достанбек, в четвертом раунде. Небольшая смена картинки боя. Посмотрим, во что это вылится. По корпусу хлещет с правой Иван. Но таким решающим фактором пока что становится правая рука Ивана Черкова. Точность его попаданий. Но мы видим, иногда после правой он хорошо подключает и левую, и попадает. Все его удары достигают цели. Мне кажется, из-за накопившегося ножа удара, больше устал Достанбек и Иван Казиев. Конечно. Он не таким свежим вышел на четвертый раунд, как Иван Черков. Хотя да, стал попадать почаще в четвертом раунде. Но и пропустил тоже уже существенно. Особенно учитывая предыдущие раунды. Здесь каждый удар еще тяжелее для Достанбека, чем его удары для Ивана. И даже прямые удары, вот такие, начало комбинации, все равно пропускает Иван Казиев. Не успевает он поднимать руки. Очень хорошо чувствует дистанцию Ивана. Все-таки он очень хорошо контролирует ее за счет передней руки. Вот как в данный момент. Ну вот снова хочу отметить то, что я уже говорил в предыдущем раунде. Очень четко подбирает момент для атаки Иван. Он видит, что соперник часто оставляет вес тела на задней ноге. То есть не сможет он быстро отпрыгнуть, куда-то уйти от атаки. И именно в этот момент Иван бьет. Показывает себя очень умным, думающим боксером Иван Черков сегодня. Отличный джеб снова от Ивана. Возможно, это, кстати, вообще домашняя заготовка. Что именно нужно следить за ногами соперника и вовремя пробивать. В принципе, так и есть. Потому что все единоборства – это рефлекторные виды спорта. И как бы ты об этом ни думал, в последний момент ты этого не выдумаешь. Если у тебя это не доработано, то этого просто не будет. Ну а у нас продолжается. Идет уже заключительная минута четвертого заключительного раунда. Продолжает так, продолжает расстреливать своего соперника Иван Черков. Хорошая двойка от него. И так немножко потряс. Здесь он. Достанбеком. Совсем опустились руки у представителя Кыргызстана. Очень много Еман Казиев пропустил. В этом раунде он попытался идти вперед в самом его начале. У него разбит нос. Тяжело дышать, к тому же. Много он пропустил уже ударов. Это да. Однозначно. Пытается. Ох, какое хорошее попадание было. И так подзавис. Там Ман Казиев. Попускается в клинче и Ман Казиев сейчас. Остается считанная секунда в этом бою. Но тот спурт, который сделал Ман Казиев в начале четвертого раунда, забрал у него слишком большое количество сил. Ман Казиев снова два пробных удара пропускает. Стоп! Ждем судейского решения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые господа, бойцы показали нам зрелищный поединок. Давай мне поблагодарим их. И так в этом бою победу единогласным решением судей одержал Иван Чирков. Иван Чирков заслуженно единогласным решением судей одерживает победу в этом поединке. Ему поздравление, но также уважение его сопернику. Дастанбеку и Ман Казиеву. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ